Если с точки зрения закона все в порядке, а с точки зрения морали это преступно, в нашем обществе это нормально вообще, нет? Это не вопрос, это крик души. Здравствуйте, меня зовут Сергей Каинов, мы в студии, я так думаю, у нас в гостях опять Андрей Егоров, финансовый эксперт, аналитик эксперт. Здравствуйте, Андрей, мы с вами собрались, чтобы обсудить очередную тему, волнующую, мне кажется, бесконечно всех волнующую. Это тема банков, кредитов, ипотек и все, что с этим связано. Физлиц, юридических лиц и так далее. Давайте попробуем сегодня немножко об этом поговорить, понять вообще, что происходит, насколько это правомерно, законно, нужно и так далее. Вообще нужны кредиты людям, нужны ли людям деньги, это может быть более общий вопрос. Начну, наверное, с истории, с одним моим другом произошел случай. В общем, ему дали кредит небольшой, как-то потребительский называется, наверное. Ну, разные бывают. Ну, потребительский, имеется в виду, у него была потребность, он взял кредит, хотя он не хотел брать кредит, но так звезды сложились, в общем, он его взял. Взял он полмиллиона, плюс ему еще в подарок дали кредитную карту на 70 тысяч, хотя она была не нужна. Ну, это как бы ладно. Человек справно платил, значит, и практически выплатил весь кредит. Ну, и на последних, скажем так, 100 тысячах где-то вышла какая-то заминка, деньги начали поступать не туда, в другой банк, ну, в общем, не важно. В общем, банк начал массированно звонить, там требовать свои возврат средств, там что-то еще, какие-то штрафы включать и прочее. Ну, и на какой-то там точке человеку это надоело, и он сказал, вот ваши деньги, и отдал с лихвой, там больше, там, по-моему, оставалось ему 70 тысяч вернуть. Ну, как бы погасил вроде как заранее, да, кредит. И отдал 75 тысяч, чтобы уже точно с запасом, мало ли что, есть такая практика, что какие-то копейки остаются и потом набегают, ну, не важно. И, как бы, все, банк перестал звонить, то есть, и прошло полтора года, и все успокоились, и через полтора года ему позвонила уже некая коллекторная организация, представилась, что они, значит, работают на контракте с этим банком, и теперь, значит, банк уже не хочет с ним никаких дел иметь, и он снова должен банку полмиллиона рублей, и плюс еще 50 тысяч по той самой пресловутой карте, которой он вообще не пользовался. Ну, вот такая история, да, и, собственно, когда стали выяснять, почему там, что произошло, ну, все оказалось банальным. Оказывается, там есть процедура, по которой нужно не просто вернуть деньги банку, да, деньги банку, а нужно приехать в этот банк, значит, написать заявление, его еще должны, ну, на досрочное погашение кредита, его должны рассмотреть, возможно, утвердят его, как бы, или не утвердят, то есть, еще не факт. И только после этого можно там занести эти деньги, и там, соответственно, вот. Ну, этого сделано не было, да, эта процедура была не выполнена, и, соответственно, на тот, деньги, которые он занес, оплатил, значит, в банк, они поступили, как это называется, ну, с них стали снова списывать вот эти проценты, да, там их хватило на полгода, а после этого, после этого на тот остаток, который там оставался, денег же не хватило, ну, на весь, как бы, погашение вот по этой схеме, ну, стали снова капать проценты. И почему-то банк не сразу не позвонил, там, как только они закончились, да, ну, казалось бы, он же до этого звонил, ну, да. А тут полгода прошло, и еще год потом прошел, и год, как бы, банк вообще не суетился, что, как бы, нормально, да, и пока не накапывалось снова полмиллиона, и плюс еще там кредитная карта, в общем-то... И, собственно, все бы, как бы, ничего, да, ну, там, человек бы, как многие в этой стране, там, в мире, не знаю, там, заплатил бы эти деньги, да, чтобы не иметь проблем, там, с банком, не портить себе кредитную историю, но он просто вот задался обычным вопросом человеческим, а что вы полгода, год-то не звонили, что ж вы ждали, когда у меня накапает? То есть, ну, естественно, логически предусмотреть за этим некую схему, да, там, мошенническую, что, там, если там капает, у нас все законно по документам, то когда сумма будет приличная, тогда уже можно, как бы, затевать какой-то спор с этим человеком. Ну, когда так, да. Вот, и человек, соответственно, пошел на принцип, он ни копейки, естественно, не заплатил, он сказал, ребята, я усматриваю в ваших действиях, да, вот от начала заключения договора, он стал все, там, изучать, посмотрел, там, отзывы, там, ну, похожие ситуации в интернете, нашел огромное количество случаев, где люди даже ездили в банки, писали эти заявления, как бы, официально все, как бы, гасили свой кредит, но им все равно звонили через два года, через три года, через пять лет, и накручен, ну, и заявляли требования, вот, в погашении, там, уже, куда больше сумм, вот, причем звонил уже не сам банк, а звонил, естественно, вот это некая, там, МБА Финанс, по-моему, они себя называют, посмотрели тоже историю этой организации, все очень мутно, ну, это вообще отдельная история, да, как, вот, и, соответственно, вот, ну, понимая в массе, что происходит, да, да, по закону все шито-крыто, вот, есть договор, в нем, там, мелко, крупно прописан определенный алгоритм, надо было читать, но почему-то эти пункты так расположены, что до них не дочитывают обычно, ну, то есть, и, собственно, наличие таких случаев в массе говорит о том, что система шикарно работает, то есть, все договоры составлены таким образом, что, ну, 90 процентов или 70, не знаю, людей, там, пользуясь, ну, кто берет кредит, они не дочитывают этих пунктов, и все попадают в такую ситуацию, и даже, и, по сути, даже есть нарушение, когда люди дочитывают, и, ну, вот, и пишут эти заявления о погашении, все равно, как говорится, идут звонки, и люди все равно эти деньги платят, тоже боятся не платить. Да, и, соответственно, понимая, что ни один банк, не только этот банк ведет себя аналогичным образом, поизучали ситуацию, да, действительно, все банки, практически все банки, которые ведут, ну, вот, такую кредитную, ну, кредитную деятельность с физическими лицами, да, ну, мы пока только их касаемся, у них у всех аналогичные схемы, они прозрачные, четкие, понятные, ну, то есть, вот, стоит один раз, как говорится, посмотреть, и, соответственно, все становится на свои места. Так вот, соответственно, вот вопрос, вопрос, вот, ну, насколько правомерно вообще, когда очевиден состав, как бы, преступления налицо, да, некой мошеннической схемы, то есть, и банки продолжают, как бы, на ней работать, сидеть, как бы, и никто не шевелится. Как быть-то людям, как быть? Очень, очень широкая практика, и это во многих банках, ну, есть банки, которые так не поступают, а есть банки, которые, в которых это много работают. От чего зависит это? Сильно, сильно работает. Ну, здесь, в первую очередь, все зависит, на самом деле, от клиента, который, клиент должен, конечно, все это рассматривать, смотреть до конца и выбирать, конечно, и банк, и условия, потому что, как бы, человек несет ответственность за себя, и, да, постфактум, да, здесь надо, конечно, подавать и в суд, и судиться, и так далее. Вот человеку, в смысле, с банком судиться, есть такая ситуация возникает? Да, да. А за что судиться? У них же все шито-крыто, у них же по документам все законно. Они не обязаны уведомлять человека о том, что у него там какие-то просрочки, это они делают по собственной инициативе. У них на все есть ответы. Ну, да. Вот как быть-то, вот вообще, даже не то, чтобы как быть, понятно, как быть, надо как-то бороться. Ну, да, надо как-то с этим бороться, ну, не знаю, здесь уже тогда поднимать прессу, там, или как-то какое-то давление оказывать на эти банки. Ну, вот мы сейчас прессу и поднимаем. Да, по-другому здесь уже никак не сделаешь. Есть куча способов, когда банки договариваются с мошенническими организациями, там, например, очень распространенная схема, когда некий медицинский центр приглашает пенсионеров, там, или людей, которые, как бы, у них проблемы со здоровьем, да, и говорят, вот, мы вам сейчас сделаем программу лечения, и вы нам платите там какую-то определенную сумму. А у вас нет денег, мы вам сейчас откроем кредит. Открывают кредитную линию, там они сразу подписывают бумаги, деньги идут. А в конце концов, нету хорошего лечения, нету, и человек должен платить... Но он уже в Кабале, да? Да, он уже в Кабале, да, и он должен платить эти деньги. И таких ситуаций, ну, очень много. При этом банки, они как бы знают, что это мошенники, что это все, но им надо выдать кредит, и все, а дальше уже их никто не волнует. Конечно, они после этого передают дела всем этим коллекторским агентствам, и коллекторы уже долбят там людей. Но что я хочу сказать про коллекторов, это, во-первых, это организация сразу можно прям вот спокойно их посылать просто. Они, третье лицо, они никакого отношения к этой сделке не имеют. Если банк им отдал уже, то значит, ваши уже как бы... С вас уже нету никакого спроса. То есть коллектор, все, значит, коллектор, до свидания, я вас не знаю, знать не хочу, а все, что говорите, это просто ваш скрипт, который вы написали, для того, чтобы до меня психологически давить. Коллектор, я трубку положил, все. Другое дело, да, кредитная история будет уже здесь нарушена, ничего с этим не поделаешь. Это уже все. Вообще нонсенс. Кредитная история физического лица против кредитной истории банка выдающего. Да, кредитная история тут уже все порушено, и здесь уже надо разбираться именно, идти и как-то восстанавливать кредитную историю. И каких-то механизмов, я не знаю, какие есть механизмы восстановления кредитной истории, а надо ли это вообще? Да, надо ли это вообще? Я, например, против кредитов любых. Кредит это в любом случае кабала. И физических, и юридических, и ипотеки, да? Да, да, ипотека тем более. То есть ипотека, уже давно посчитано, что если грамотно использовать свои средства, грамотно откладывать, то если надо недвижимость, то ее можно купить, ее можно купить быстрее, и это будет намного выгоднее и удобнее, чем заходить в ипотеку. Есть, извините, Андрей, есть вообще, ну, как бы, скажем так, могут ли такие ситуации создаваться искусственно, законодательно, да? Ну, я не знаю, не только законодательно, вообще создаваться для того, чтобы людей ставить в необходимость брать кредиты. И бизнес, малый, средний, крупный, и физлиц, да? Ну, то есть, может, эта схема, ну, как бы, все это, как говорится, детали одной схемы, то есть, создается ситуация дефицита средств, да? Люди вынуждены идти в банки, в банки, видите, ну, и все и начинается. То есть, если бы у людей было достаточно денег, то банков бы просто не существовало, кредитных. Ну, да, оденем. Они бы занимались тем функционалом, ну, перед, там, короче, другой деятельность банковской занималась, да? Да, 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 да. То есть, здесь мы, наверное, даже в меру сказать так, что есть банки, которые, функция которых банковская деятельность, да? Она же обширная, там многое, чем можно банку занимать. А есть кредитные организации, которые эти самые, как они, ростовщики, да, в старом, которые, пользуясь дефицитом денег у общества, обогащаются, да? И, естественно, замотивированы, заинтересованы максимально создавать условия, в которых человек будет платить больше, дольше, ну, да, продавать имущество, невзирая на какие-то моральные какие-то там… Ну, да, здесь уже какие-то моральные принципы не идут. Когда идеально идет о деньгах, да? Мораль уходит на задний план. Здесь отдельная история, отдельный бизнес сейчас очень… Есть микрокредитные организации, это вообще структура, которая более похожа на пирамиду, загоняет человека в эту кабалу, и он там уже платит огромные проценты. И простые банки также. Но здесь еще вопрос такой. Правильно вы говорите, что есть спрос на эти услуги, да, и поэтому они оказываются. И люди идут, потому что у них есть спрос, ну, они хотят как-то это сделать, а спрос уже создается нашими медиа, там, рекламами, там, и так далее, которые говорят, там, съезди к путешественному, если нет денег, то возьми кредит или купи себе дом, но если нет денег, то можешь взять ипотеку, там, да, и так далее. Казалось бы, зачем продавцу дома или туроператору рекламировать кредитные, кредитные вообще схемы, да? Тоже они, что ли, в связке, понимаешь? Ну да, здесь идут как бы кредиты, они ускоряют экономику, но на самом деле здесь совершенно с другой стороны. И очень важно, конечно, получать финансовую грамотность населению и людям становиться более финансовыми грамотными, более финансовыми защищенными. И тогда таких ситуаций, которые мы обсуждали, они уже просто будут сами себя исключать. таких ситуаций просто возникать не будет. То есть, если на законодательном уровне все шито-крыто, что, как говорится, к этим кредитным организациям никаких претензий не предъявишь по закону, да? Там ни через суд, ни как. Они окажутся всегда правы. Ну, там можно, если грамотными юристами работать, то можно поднять и договор, пересмотреть, и все это. Ну, очень это долго, муторно. Не, ну, можно себе представить, если там организация, которая, собственно, занимается вот такими схемами, которая является кредитным газетом, у которой достаточно ресурсов для того, чтобы, ну, как бы все продумать, все нюансы наверняка, они все досконально продумали в этом договоре, что, ну, потому что это целый аппарат. Ну, да. Правильно? Что с ним... Они сильнее, чем один человек, да? Намного сильнее, да, я считаю. То есть, единственный способ сейчас, вот если дать совет обычному человеку, да, это максимально, ну, избегать вообще кредитных, вообще кредитов. Ну, наверное, только пока только так. И, там, если бы это, там, дай бог, случилось бы массово, да, люди бы, ну, там, не знаю, отдали все, что было, и перестали брать вообще, а лучше вообще перестали бы брать. Смотрите, если люди перестанут брать кредиты, вот, прямо с сегодняшнего дня... Ну, это скоро случится. То есть, они получают... Извините, да, то есть, получается, что эти кредитные организации еще посуществуют какое-то время, но без новой подпитки они просто, ну, загнутся, да, то есть, старые, там, кредиты возвернутся, кто-то, там, отсудится, не возвернутся. То есть, ну, может быть, таким способом система сама их, как говорится, и аннулирует. Ну, вот, говорите правильно, сейчас 40 миллиардов невозвратных кредитов, 40 миллиардов. Где их брать-то? Вот эти деньги 40 миллиардов... Их съели, они же ушли на виду. Да, и все, их нет, это невозвратные кредиты, это те, которые уже звонят коллекторы, уже выбивают, а выбивать нечего, да, и это... Забирают мебель какую-то, не знаю, телевизор. Ну, я не думаю, что кто-то там забирает. Это какие-то страшилки, чтобы прям... Ну, может быть, но, по крайней мере, жизнь-то точно портит. И сколько дармоедов эта вся система... Да, 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 да. И сейчас эти вот... Сейчас уже все больше и больше кредитов, которые люди не могут вернуть. И, скорее всего, схлопнется именно вся эта кредитная система в ближайшее время именно в России. То есть нужно просто, как говорится, скрестить пальчики и подождать. Все само себя сожрет. Ну, да, но это не от хорошей жизни просто. Людям не с чего отдавать деньги. Просто они бы готовы, наверное, отдать и честно как-то с этим работать, но... Государство должно как-то в этом участвовать? Оно должно обращать внимание? Оно должно вообще как-то... Есть какой-то комитет, который регулирует... Вот если явные схемы намечаются, ну, очевидны, да, например, в тех или иных кредитах, организациях, есть какой-нибудь орган, который должен разобраться? У нас Центральный банк регулирует всю деятельность банков. И он время от времени... А за что лицензии вот отнимали у банков в последнее время? Была волна вот этих, забирали лицензии. За какие-то другие нарушения или что это такое? Там много всяких нарушений. С кредитами не связано? Я вот не слышал историю по поводу кредитов. Была надежда, да, у людей это лицо просветлело, глаза засветились, все подумали, может быть, это как раз взялись за вот те самые неказистые организации, которые сначала тебе втюхают... Ну, и стоило бы взяться за них, на самом деле, и как раз отслеживать такие организации, которые этим занимаются. Когда с ними разговариваешь, да, когда с ними ведется диалог, там, на разных уровнях физлица, юристов, физлица, там, еще кого-то, они себя чувствуют-то очень смело. То есть там не скажешь, что они там дрожат, как ксеный лист, там, боясь потерять там лицензию, то же самое, или что-то еще. Кто им такой иммунитет дает? Законодательство есть, у нас законы, и, как бы, эти законы на стороне банков, на стороне банков. То есть они взяли закон, да, и они, как бы... Как бы, как некое условие, технические условия, да, сказали, ага, нам в него надо вписаться. И написали, то есть, такую схему, чтобы она абсолютно интегрировалась, чтобы... и, как бы, государство разводит ручонками, говорит... Да я думаю, там и законы тоже немножко... Вот вы знаете, у меня звонок от зрителя, давайте послушаем. Да, слушаю. Алло, здравствуйте. Интересует очень ваша трансляция, которая сейчас на данный момент идет, и тема в ней, конечно, поднята и интересна. Но, на мой взгляд, своими соображениями некоторыми хотел бы поделиться, и, собственно говоря, задать вопрос бы хотел. А представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Кочнев Александр. Очень приятно. С кредитами пользуюсь периодически, и, собственно говоря, кредитная история не испорчена. Ну, возможно, это до поры до времени. Вот первый вопрос, то, что прозвучало, что скрестить пальчики и подождать, когда эта система рухнет, я думаю, этого никогда не произойдет, поскольку в процент заложено уже, вот этот вот 40-миллиардный невозврат, это, собственно говоря, и есть выдуманные пустые деньги, которые накрутили проценты, которые ничем товарным не поддержаны. Эта схема останется живучая до тех пор, пока правительство будет позволять такие высокие процентные ставки по потребительским кредитам. Это первое, это мое замечание. Второй вопрос у меня, который меня интересует. Банковская кредитная деятельность, она регулируется, конечно, исключительно государством, и это их приоритет. То есть банки и кредитные организации на самом деле не должны ставить свои процентные ставки. Так вот, как определяется вопрос к консультанту и как определяется процентная ставка для России в размере 22-х процентов годовых или 30-ти даже процентов годовых по некоторым случаям, и та же самая процентная ставка по потребительским кредитам для Европы или Америки в размере 4-5 процентов. Вот этот вопрос меня очень интересует. Почему в разных государствах на одной планете такие разные процентные ставки? У меня дополнение к вопросу Александра. Существует ли некий какой-то международный какое-то соглашение, по которому нельзя выходить за определенные рамки? Вообще это есть? В каждой стране есть ставка рефинансирования Центрального банка. Спасибо, у меня пока все. Спасибо, Александр. Оставайтесь с нами, слушайте наши эфиры и ответы вы получите. Смотрим, с удовольствием. До свидания. В каждой стране есть ставка рефинансирования Центрального банка, по которой Центральный банк выдает кредиты всем остальным банкам, и он рефинансирует другие банки. И в России это сейчас порядка 10 процентов. И ниже этой ставки сложно получить кредит. Это в рублях. То есть если у нас будет понижена ставка, в Америке сейчас ставка 1,5-1,75. Ее недавно подняли с нуля в Европе. Сегодня тоже пересматривается ставка рефинансирования, но она в Европе 0 процентов. И она будет тоже пересмотрена сегодня, скорее всего, и должен до нуля. То есть у них 0. В Японии ставка рефинансирования отрицательная. Там минус 0,5 процента, по-моему. Также и в Швейцарии там тоже отрицательная ставка рефинансирования. Поэтому у них кредиты для других людей дешевые, то есть они низкие. То есть ставка рефинансирования достаточно высокая, и это нужно для регулирования инфляции. Если у нас будет низкая ставка рефинансирования, то инфляция будет просто колоссальная. Когда у нас подскочила стоимость доллара в России, ставка рефинансирования была больше 20 процентов. И вот сейчас ее опустили до 10. И это случилось буквально на днях. Ну как на днях, пару лет назад это все случилось. И, конечно, да, кредиты для населения на таком высоком уровне. То есть, короче, это выгодно государству, да? Или не очень выгодно? Или государству все-таки... Есть какая-то тенденция о том, что государство в заботе о своих гражданах, о перспективах на будущее, как-то эту ситуацию наблюдает, и будет снижать эти ставки, чтобы все-таки привести к тем мировым, вот, например, как вы сказали, достаточно приемлемым форматом, даже приятным, да, где ты можешь, не опасаясь за собственную жизнь и, собственно, психологическое состояние, психическое, брать кредиты, да, и как, собственно, весь мир, да? Ну да, то есть там ставка 2% годовых. Ну это, по-моему... А что значит отрицательная ставка? Это что еще? Доплачивает государство? Да, банки доплачивают. Серьезно? Да. Ну не банки доплачивают, а Центробанк доплачивает банкам за то, что... То есть за человека? Нет. Там, это отрицательная ставка рефинансирования, это та ставка, которая Центральный банк выдает ликвидность или деньги другим банкам. То есть это взаимоотношения между банковской системой. Ну, по крайней мере, то есть снижая тем самым напряжение в обществе, да? Ну, это граждан. Ну, от тех, кто берет кредит. Ну, там... Нет, это регулирует инфляцию в стране. А, инфляция. Ну, в любом случае, это все-таки я просто пытаюсь все со стороны общества занести. Со стороны общества здесь... Да, это... Ну, да, конечно, для общества это полезно, но это не с точки зрения кредитования. Если говорить с точки зрения кредитования, у меня однозначный ответ, это надо вообще никогда не брать кредиты, не связываться с этим. В России? Вообще не обязательно в России. То есть есть какие-то ситуации, когда можно с этим связаться. А по поводу не связываться, что я могу сказать, что надо больше, более разумно относиться к своим финансам и к своей финансовой свободе и использовать инструменты управления капиталом, наращивать свою прибыль, получать пассивный доход. Ну, вы сейчас говорите как раз о том, что меня, например, лично, меня всю жизнь стимулировало к зарабатыванию, потому что мне до какого-то определенного времени просто не давали кредит, не знаю почему, хотя у меня было и рабочее место, и хороший доход. И я там пытаюсь еще, помню, в детстве, в юности взять компьютер в кредит, мне говорит, вам отказано без объяснения причины, вы фейс-контроль не прошли. Ну, ладно, я куплю тебе два и дороже тогда. Ну, я себе-то, я как бы оскорблялся, вы мне не даете, я пойду тогда и построю свое казино. Да-да. Ну, неважно, то есть меня это стимулировало, ну, там, в общем, наверное, да. Резюмирую наш сегодняшний диалог, нашу вот эту тему, все-таки хочется понять, то есть, вернее, наверное, резюме будет такое вот с моей стороны, что человек должен сам о себе позаботиться, и в первую очередь он должен, если он хочет эту систему как-то изменить, он должен перестать ее просто подпитывать. Да, тяжело, да, сложно, но находите другие ресурсы, привлекать средства, да, и там работать, там развивать голову и так далее. Не надо вестись на вот эти сладкие пирожки. Себя начинать, конечно. Себя начинать, и только так мы систему поменяем в лучшую сторону, и собственное благосостояние увеличим. вот я так думаю. Ладно, Андрей, спасибо, я думаю, что мы еще вернемся к вопросам отдельно, наверное по ипотеке отдельно, еще по каким-то этим вопросам, потому что я думаю, что наш такой короткий разговор вряд ли все охватил, ну по крайней мере первую весточку мы занесли. Спасибо огромное. Извините, что не дал вам много чего сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok